Творчество Фёдора Осиповича Левчака сделал неповторимой архитектурой нашего города начала 20 века. Работники Музея архитектуры эпохи модерна в Симбирске в честь 145-летия великого архитектора сфотографировали его лучшие работы с воздуха. Выставка, казалось бы, очень простая. Это фотография. Но фотографии мы сделали ещё в прошлом году, когда нам доступен был гандрокоптер. Мы делали высотные съёмки, несколько зданий в центре нашего города. Мы хотели показать фасад не со взгляда пешехода, а со стороны птичьего полёта. В экспозицию вошли более 40 фотографий, сделанных сотрудниками музея, а также фото и документы от владельцев дома, созданного Фёдором Левчаком, который находился на Корюкино. К сожалению, само здание не сохранилось, но память о нём теперь навсегда останется в музее. Так случилось, что там был пожар, и следующие жильцы, которые там жили, не сохранили. На данный момент остались только чертежи, фотографии, и мы периодически подходили, смотрели, когда там он ещё существовал. В общем, воспоминания хорошие остались. Также на выставке представлены экспонаты, история которых связана с домом от Ильи Левчака, проекты дверей, дверных ручек и многое другое. Но в центре, конечно, оригиналы пустотелых бетонных блоков, которые Фёдор Левчак начал производить и внедрять в строительство на территории Симбирской губернии. Для посетителей выставки была организована обзорная экскурсия и просмотр фильма. Увиденное впечатлило гостей музея. Видны вот эти все детали, вот эти все фрагменты, видно вот чертежи, которые он сам создавал. То есть двери, в основном двери утрачены, поэтому можно увидеть больше его вклада в украшение нашего города, в украшение Симбирска. Посетить выставку можно до 30 декабря 2023 года.